Всем выйти из сумрака. В четверг в центре внимания инспекторов ГИБДД оказались любители тонировки передних стекол. Несколько патрульных экипажей расположились на улице Маяковского областного центра. Место удачное, движение здесь оживленное и одностороннее. Нарушителю от ответственности не уйти. Сегодня мы проводим массовую проверку. Направлена она на выявление нарушений, связанных с тонированием передних и лобового стекла автомобиля. Нарушений достаточно много. Где-то за полчаса работы мы выявили около 15 автомобилей затонированных. Примерно каждый десятый автомобиль затемнен в нарушении правил. В потоке тонированные автомобили видно сразу. Нарушители останавливают, измеряют светопропускную способность. На передних боковых стеклах этот показатель не должен быть меньше 70%. Прибор блик в данном случае показывает ноль. Погрешность в работе устройства, конечно, есть, но явно не 70%. Если светопропускание передних стекол либо лобового стекла превышает допустимые нормы, в данном случае водителю такого автомобиля грозит штраф в размере 500 рублей. Также мы советуем водителю устранить данное нарушение на месте. И связано это с тем, что чрезмерное тонирование стекол, оно ограничивает видимость для водителя. Особенно сейчас, когда у нас сумерки наступают достаточно рано, когда снег еще не выпал, пешеходов практически не видно. Это небезопасно для участников дорожного движения, в том числе и для пешеходов, и для водителя. Закономерность любви к тонировке проследить сложно. В сетях инспекторов за время рейда побывали и люксовые дорогие машины, и заниженные приоры, для которых темная пленка – обязательный атрибут, и вот такие представители отечественного автосемейства. Все как один водители на вопрос, в чем же прелесть езды в темках отвечают. Так, в своем авто можно укрыться от посторонних взглядов. Не любят водители публичности. Видимо, по этой же причине рассказать на камеру, почему спокойные езде без проблем и штрафов предпочитают в тонировку, никто из них не пожелал. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.